Это означает память. Молитва это не означает просто сидеть и бубнить что-то. Молитва это означает память, и также есть разные виды молитвы. Есть молитва и беседа с Богом. Вот, допустим, все псалмы, вот эти, азан, там, мусульман. Это беседа с Богом. Ты как бы говоришь про себя, про Него. Дай мне духовное знание, хлеб насущный. Избавь меня от лукавого. Ну, то есть беседа идет. Ты его что-то просишь, хвалишь. Богородице, Девы, радуйся. Ты такая благодатная, Мария. Господь всегда с тобой. И так далее. Ну, то есть ты беседуешь. Это беседа с Богом. Эта молитва нужна для того, чтобы помнить о Боге. Но есть молитвы, потому что беседа предрасполагает тому, чтобы помнить, о чем беседуешь, о том и помнишь. Но в это время этой беседы надо именно слова эти глубоко пытаться понять. Не просто бубнить там, как истукан, а понять. Но есть молитвы, побеждающие судьбу. Они устроены по-другому. Это повторение одного слова все время. Понимаете? То есть ты не беседуешь, а повторяешь одно и то же. И это слово может быть два варианта всего. Первый вариант — это слово прославляющее Бога. Прославляющее Бога. А второй вариант — это произнесение имен Бога. Вот произнесение имен Бога стало уже редким в нашей культуре. Мы не знаем таких молитв. Но это есть и молитва и мусульманстве, и христианстве, произнесение имен Бога. Это личное отношение с Богом устанавливается. Близкие. Это не молитва, побеждающая судьбу. Это молитва, которая человека ведет в духовную реальность. Которая человека приводит к Богу. Фактически, это молитва. А молитва, побеждающая судьбу — это прославление Бога. Когда человек повторяет «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Давайте послушаем, как она звучит. «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже!» «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже!» Ну и так далее. Человек повторяет одно слово всего. Зачем это нужно? Зачем говорить «Слава Тебе, Боже!» Потому что есть два состояния психических. Одно — это состояние, когда человек ропщет, и он все время недоволен. Это состояние, когда действует судьба. Есть состояние, когда человек побеждает судьбу. Побеждание с победной судьбой означает принятие. Нужно ее принять. И что сделал Иисус Христос? Чем Он занимался? Он нес свой крест. Что это такое, Его крест? Это Его судьба, да. То есть сначала Он плакал в оливковом саду, говорил «Сбавь меня от этой участи, мой отец!» Но потом Он понял, что надо Ему нести свой крест. И Он взял его и понес. Ему же Понти Пилат предложил, говорит «Ты можешь и не нести. Есть варианты. Но Он сказал, я возьму свой крест». Он говорит «Тут это твой выбор». Потому что так захотел Господь. И это касается всех нас. То есть не то, что Он несет свой крест, а мы как бы тут ни при чем. У каждого есть свой крест. Маленький, большой. И поэтому молитва начинается с принятия. Принятие означает перестань судить, осуждать, критиковать, не быть недовольным, перестань возмущаться. Что надо сделать? Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Надо быть благодарным Богу. Даже если идет вот такая ситуация жизненная. Все равно благодарным надо быть Богу. Благодарность означает победа. Скажешь, какая благодарность там, не такая ситуация жизненная. Опасность все время. Почему так? Почему я? Почему мой муж? Означает, что судьба захватывает ваше сознание. Но если вы, как говорите, спасибо Господи за все, я благодарю. Да, крыла приняла вот эту судьбу, взяла свой крест, понесла. Иисус Христос же улыбался, когда шел. Он не плакал же. Ему кидали камнями, плевали. Он шел вот и улыбался, нес свой крест, падал иногда, вставал. Это пример. Он показывал пример. Он говорит, ибо иго моё благо. Иго — это грехи человека, его достоинство, и то, что внутри находится. Мы мучаем друг друга своим ложником, своим эгом, мучаем друг друга. А он говорит, ибо иго моё благо. То есть он никого своим эгом не мучает. Его иго — благо. А там в сердце у человека находятся грехи. И они создают человеку судьбу или бремя. И он говорит, иго — моё благо, а бремя моё легко. Что это значит? Это значит, что никаких грехов нет. Нет бремени. Он говорит, иго — моё благо для всех, а бремя — моё легко. И тем не менее он несёт крест. С какой стати? Зачем он это делает? Чтобы все были счастливы. Он это делает не потому, что им положено по судьбе. Потому что он берёт на себя страдания других. Это совсем другая жизнь. Не как у нас. Нам бы со своими разобраться. Поэтому есть две категории людей. Одни отдают свою жизнь, несмотря на то, что им так хорошо. Это очень высокая категория людей. Святые люди. А другие просто тащат свой крест. Как это есть юмористка. Там сидит мальчик такой, парень, наушниках, метро и дедушка. Видели? И дедушка такой. Дед Женя. И парень, он... Него бы не дослышат. Он наушниках, а дедушка глухой. И парень говорит, дедушке говорит... Ну, они... Парень по-своему всё понимает. Он говорит... Я говорю, где Дженя? Он говорит, ты диджей? Он там на музыке помешан. И он, парень, говорит... Ты чего тащишься? Почему тащишься? Говорит. Ну, то есть, в какую музыку он нравится. Он говорит... Как, сынок, почему тащусь? Потому что нога отказывает. Поэтому тащусь. То есть, у каждого у них своя беседа. Вот. Ну, то есть, у нас есть судьба. Кто-то тащится музыку слушать, а кто-то тащится, потому что нога отказывает. Разные варианты есть. Вот. Поэтому очень важно понять, что есть твоя судьба собственная. Вот. И одно дело тащиться и скорбить, а другое дело быть в радости, принимать свою судьбу. Если ты принимаешь, нога будет заживать сразу. Потому что она заживает, когда человек находится в радостном состоянии. В спокойном, радостном состоянии. Поэтому Аллилуйя означает возврат в это состояние себя. Как бы тебе тяжело ни было. Память о Боге орошает человек. Когда человек помнит о Боге, энергия Бога заходит в него. Он слушает. Алилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Алилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Алилуйя, Алилуйя, Слава Тебе, Боже. С одной стороны, человек соединяется со звуком тех, кто молится. И в эмоции человека, который молится, находится Бог. Именно в эмоции находится сам Господь. Потому что память всегда соединяет двух людей с эмоциями. И с Богом тоже через эмоцию мы соединяемся. Когда с эмоцией, допустим, кто-то повторяет чье-то имя, то он соединяется с этим человеком. Также, когда мы славим Господа, мы слушаем эту эмоцию, ловим. Потому что человек, который находится под влиянием судьбы, он чем занимается в это время? Что с ним происходит? Он помнит о своей жизни. Память его занята своей собственной жизнью. И как определить, что тяжелая судьба идет? Чем больше ты о себе думаешь, тем больше, тем тяжелее судьба. Вот, допустим, человек, допустим, когда у него легкая судьба, он вообще о себе вспоминает, нет? Хорошая судьба, когда идет. Вспоминает о себе человек? Нет. Обалдит! Адриатика Подарила бархатный сезон Адриатика Вспоминаю эти дни как сон Берег там волны и лазурный прибой Эти дни мы запомним с тобой Вот человек наслаждается жизнью, смотрит на солнце, на море, ему хорошо, он радуется. О себе думает? О своей жизни? Нет, ему так хорошо думать. Когда приходит тяжелая судьба, чем человек занимается? Как определить, что не сильно тяжелая судьба? Он о себе думает, когда приходит с работы. На работе ему некогда, он думает о работе, там дела. Когда он наедине с собой остается, он такой садится и думает о своей жизни. Это значит, что пришла тяжелая судьба. Память начала приковывать к себе. Как определить, что еще тяжелее судьба? Это значит, что человек и на работе уже думает о своей жизни. Он отвлекается, не может работать, у него мысли о своей жизни. Значит, еще тяжелее судьба. А как определить, что уже совсем как бы суши весла? Когда человек думает о себе даже во сне, он спит и все равно думает о своей жизни. Это значит, что уже совсем тяжелая судьба пришла. Тяжелее некуда, понимаете? Теперь, как сделать так, чтобы ее облегчить? Судьба пользуется памятью для того, чтобы рушить человеческую жизнь. Память — это главная функция человеческого сознания. Главнее нет. Вот психушки, почему люди в психушку попадают? Они себя не помнят. Человек себя не помнит. Он не понимает, кто он такой. Называется психическое заболевание. То есть он не понимает, себя не помнит. Он говорит, я Наполеон Бонапарт. Все. Память неправильно работает. Означает, что человек не в себе. Все связано с памятью человека в жизни. И когда приходит тяжелая судьба, она память захватывает. Человек думает о своей жизни. Поднимите руку, кто сейчас постоянно думает о своей жизни. Все, вот тяжелая судьба. Все. Что делать? Когда ты повторяешь Аллилуйя, ты что, перестаёшь думать о своей жизни? Нет. Думаешь, а ты повторяешь, а оно там параллельно думается. Да. И вот поэтому существует методика, которая позволяет отвлечься от памяти. Как? С помощью резонирования, слушания тех, кто молится. Потому что в молитве находится Бог. И если человек как бы соединяется с настроением тех, кто молится, людей, вот этих молящихся, то он начинает постепенно память свою настраивать на Бога. А когда память настраивается на Бога, то она начинает побеждать судьбу. И это выражается в том, что мысли тяжелые о своей судьбе становятся легче, легче, легче. И океан страданий превращается в лужицу от телячьего копытца. Когда грязь на улице. Это священное писание описано. То животные, когда идут маленькие вот эти телята, у них очень тонкие такие ножки. И такие дырочки остаются. И там вода в них. Это лужица. Меньше лужицы не бывает. И вот эта лужица получается такая маленькая, вместо океана страданий. Потому что человек памятью о Боге этот океан страданий сушит. Понимаете? И память о Боге можно включить только через слушание. Потому что слушание связано с памятью. Если ты сильно слушаешь эмоцию тех, кто молится, буквально кушаешь эту эмоцию, то ты вместе с ней ловишь Бога. Потому что эмоция соединена с Богом. Давайте попробуем. Я вместе с ними молился, Илья? Или сам по себе? Ну давайте еще раз. Я проспался родимого, и мне нужна жизнь. Он не нравится слушать его. Чем разница? Не так, что разница. Я не с ними, я не слушаю их. Я сам по себе. А теперь слушайте. С ними? Да. Разница. Вы не слышали? Я не понимаю. Давайте, вы пробуете. Я? Да? Микрофончик дайте. Тональность, да? Нет, настроение. Настроение, тональность, как хотите, называйте. Как камертоном я копирую их настроение. Понятно. Вот это копирование настроения сразу же привлекает память. И вот этот метод, он очень мощный. Ты можешь реально так быстро прийти в себя, помочь людям в молитве. Держи микрофончик. Надо повторять медленно Аллилуйя. Потому что быстро, когда повторяешь, ты не успеваешь слушать. Ты сказал Аллилуйя, я не услышал ничего. А надо тянуть для того, чтобы когда ты тянешь, ты слушаешь. Соединяйтесь с ними в молитве. Ближе микрофончик, я вас не слышу. Видите, вы говорите о словах, а я говорю об эмоциях. Вы начали копировать, но чуть-чуть только. Вы начали копировать их эмоции, но слушаете их недостаточно сильно. Еще крепче прямо, вот как они, повторяйте, прям синхронизируются эмоционально. Отлично. Все, у вас начало получаться. Видите, спокойно сразу, спокойно начинает сердце. Чувствуете? Есть три типа звука. Есть звук эмоций. Он не побеждает судьбу. Он отвлекает просто от проблемы, но с Богом не соединяется. Аллилуйя, Аллилуйя. Так не надо молиться, не поможет. Второй вариант. Звук настроения. Он не побеждает судьбу, он просто передает настроение. Аллилуйя, Аллилуйя. Если плохое настроение, Аллилуйя. Вот. Передает настроение. Судьбу не побеждает. А судьбу побеждает звук памяти. Звук памяти — это когда я помню о тех, кто молится, и включается вот этот звук памяти. Он побеждает судьбу. Он от сердца идет этот звук памяти. Я как бы опираюсь на них. Опору делаю в своей психике. Теперь как работает этот звук памяти. Давайте приведем пример человека, который заблюдился в лесу, и он кричит «Ау!». Вот просто сами сейчас вы будете смеяться, потому что вы поймете, как это работает. Первый вариант. Человек кричит «Ау!». Вот так. «Ау!», «Ау!», «Ау!». Пойдете спасать, нет? Нет. Теперь второй вариант. Он кричит «Ау!». Пойдете? Третий вариант. «Ау!». «Ау!». Пойдете? Да, потому что это звук памяти. Он сразу включает всех людей. Все чувствуют, что человек в беде. Теперь женщины... Сейчас вы как бы экзамен свой будете сдавать. Потому что женщина должна услышать главные слова. Если она неправильно среагирует, значит, она ошибется на всю жизнь. Вот. «Я тебя люблю». Каждая женщина очень внимательно к этим словам относится. Первый вариант. Ну, а вы слушайте и решайте, искренне или нет. Первый вариант. «Я тебя люблю». Нет. Нет, нет. Не нравится. Да? Не нравится? Нет. Хорошо. Второй вариант. «Я тебя люблю». «Ты лучше, приятнее живого». Нет. Молодцы. Третий вариант. «Я тебя люблю». Нормально, да? Пойдет. Если бы еще ко мне обращалась, тогда другая обращалась. Я просто когда говорил, я про свою жену думал. Но если бы я про вас, вы бы тогда точно сказали, «О, это совсем нормально уже время». Вот. Ну, то есть, вот это очень важно понять. Это называется голос памяти. Человек говорит, «Я тебя люблю» и вспоминает человека, который он любит. Этот голос памяти передается и реагирует человеку. Он чувствует, что это уже искренне, да? Голос памяти побеждает судьбу. Точно так же, когда мы молимся, мы включаем именно этот голос памяти. Без эмоций, без передачи настроения. А просто включается память, настроение тех, кто молится. А не их память. Потому что мы хотим опереться на кого-то во время молитвы. У меня на себя опереться не могу. Там действует судьба. Я на всю память меня сожрала. Я уже не могу думать не о себе. Я постоянно думаю только о себе. Мне очень тяжело. Не смотрите, эту эмоцию обязательно в хороших молитвах поддерживает сама молитва. Это делает хор, который звучит на фоне. Именно он эту эмоцию и способность помнить и концентрироваться, именно этот голос памяти передает хор, который звучит еще. Если хорошая молитва, обязательно будет хор. Слышите этот звук? И вот с ним можно и сливаться прямо с этим хором. Чувствуете силу в молитве? Ты сливаешься с этим звуком и сразу так раз, сердце спокойно становится. Вот примерно так надо настраиваться. Вот хор, допустим, вот это хорошее. Всегда можно найти такую хорошую молитву, где присутствует спокойствие и вот этот хор, вот этот вот силы. Есть молитвы, которые настраивают на победу, на сильное такое чувство, а есть молитвы, которые погружают. И это все происходит с помощью вот этого звука. Иногда хор находится, а иногда в самом голосе, те, кто молится, есть этот звук, Этот звук включает голос памяти. Этот звук на разных языках, он по-разному звучит, но этот звук везде всегда произносят во время молитвы. Крестьяне поют хором вот этот вот звук. В Индии это называется звуком, то звучит. Вот в Тибете это называется звук дзень. Ну, как бы даже, может быть, он никак не называется, допустим, но он все равно звучит везде. Вот возьмем, допустим, для разных традиций духовных, возьмем, допустим, мусульманскую молитву. Вот горцы молятся, мусульмане. Хотите послушать этот звук, как звучит? Есть разная структура молитв. Есть молитвы такие, один поет, остальные подпевают потом. Такие молитвы тоже бывают. И вот здесь, посмотрите, как они подпевают. Они не произносят слова. Они произносят именно этот звук, побеждающий судьбу, который идет от сердца, и память настраивает на Бога. Смотрите, как интересно. Видите, этот звук очень будоражит. У кого, кому, допустим, не по себе становится, поднимите руку. Кому не понравился звук. Потому что вы не хотите расставаться с памятью о себе, в своем сердце, не готовы настраиваться на молитвенное настроение. Если вы сейчас возьмете и прямо сильно заставите себя слушать, то произойдет две вещи. Первое, вы почувствуете силу в этой звуке. Второе, он начнет успокаивать. Я звуком настраиваюсь на их вибрацию. О чем я думаю? Спасибо тебе, Господи. Спасибо, спасибо. Благодарен, спасибо. Принимаю свой крест. Согласен со всем. Не спорю. Понятно? Принятие, благодарность. Принятие, благодарность. Принятие, благодарность. Вот так человек настроен, и он слушает, и копирует эмоцию, потому что эмоция, звук эмоций больше всего отвлекает твою память. Вот, допустим, ты сидишь, допустим, пьешь чай, и жена такая... Это звук эмоций. Что с тобой произойдет? Что такое? У меня был такой случай, я в Индии находился, там обезьяны, блин, они такие проблемы всем доставляют. И у одной женщины, у нее ребенок два года игрался на травке. Ну, где-то два с половиной, три года. И обезьяна большая, самец, прыгнул на ребенка вот так прямо, со скалом. А мать была метров пятнадцать на расстоянии в это время. Обезьяны быстро бегают, она быстро подскочила, даже не заметила. И женщина... Такой очень пронзительный, сильный звук. Обезьяна такая, раз, сразу парализовала ее, она такая, ну, упала как бы. И потом поплелась такая, побежала. Все. Звук, побеждающий звук. Я разок, короче, лечу на самолете, и яма такая, очень сильная яма. Очень редко так бывает. Я много летаю, никогда не бывает. Но один раз была такая. И такое, знаете, буквально, может, мотор отказал, не знаю. Около секунды, короче. И, короче, что произошло? Женщины как начали бежать. Жестко так. Сильно пронзительно. И у меня так, ну, страха никакого нет. Ну, яма, яма, как бы. Мужчина так быстро не реагирует. Я, блин, от этого визга мне еще хуже стало, чем от этой ямы. Я такой, ай, меня скопало от этого крика, короче. Я такой, чужу. Поэтому эмоции — это самая сильная вещь, которая привлекает память. Запомнили? И, конечно, не с этой эмоцией надо молиться, а надо молиться с эмоцией, которая связана с Богом. И вот люди, которые поют молитву, они как раз думают о Боге, и их эмоция, она связана с Богом. Если ты эту эмоцию копируешь, то ты сразу свою память перевлекаешь с помощью этой эмоции на Бога. И начинает побеждаться судьба. Потому что память, когда с Богом связана, сразу же побеждаться начинает судьба. Какие стадии победы над судьбой бывают? Первое, что происходит, это спокойствие в сердце. И оно усиливается, усиливается, усиливается. То есть у тебя есть мысли, как бы события никуда не делись, они происходят, но реакция на них становится все спокойнее, страдания уменьшаются, испаряются. И превращаются в лужицу вот такую маленькую. Что-то есть, но вообще тебя никак не трогает. Понятно? Это первая стадия победы над судьбой. Она может длиться месяц, два, три. В зависимости от тяжести судьбы. Если у вас тяжело больной, там муж уходит, еще что-то, вы просто слушайте молитву, все правила, как это делать, неподвижное положение тела, как занимать, все. У меня есть ретриты победы над судьбой. Они есть на YouTube. Просто берете, там настройка идет сначала, потом вот это повторение Аллилуйя совместное, там или Альханду Лили есть, и там, и разные другие. В зависимости от того, где я нахожусь. То есть, если я в Казахстане, там Альханду Лили, или в Турции, если мы лекции читаем. Если я читаю лекции в России, то Аллилуйя. Если я в Израиле, там Адунай. Есть разные молитвы, разных мер, традиций. Но суть одна и та же. Прославление Бога. Альханду Лили тоже прославление. Альханду — это прославление. А Лиля — это означает Аллах. Лиля — это склонение слова Аллах. Первая стадия — это спокойствие. Оно усиливается. И спокойствие бывает общим, а бывает спокойствие по поводу конкретной темы. И если вы хотите конкретно побеждать судьбу, то определить, спокойствие есть или нет, можно, вспомнив ситуацию. Допустим, муж уходит, ты вспоминаешь об этом, и у тебя не реагирует сердце, не ёкает. Значит, первая стадия побед над судьбой пройдена. Это 33% примерно побед над судьбой. Ты вспоминаешь, муж уходит, у тебя не ёкает. Значит, ты... Всё же судьба делает. Он почему уходит? Потому что так тебе положено по судьбе. Но уже положено на 33% меньше. Классно же? Дальше вторая стадия всегда — это очищение отношений. Это связи, ниточки между людьми. Есть ниточки связи. Вот у вас есть один человек сейчас, с которым очень раздражённая связь. У вас, да. Вот сейчас прямо я смотрю, ниточка очень раздражённая, напряжённая. Вы нервничаете по поводу этого человека. Вот об этом я говорю, о связи. Видите, они видны. То есть вы мне ничего же не говорили об этом. А я говорю, что у вас есть такой человек, ниточка раздражённая очень. А у вас есть человек, ниточка разочарования. Вы прямо... Вот нам в первом ряду тоже женщина. Прям, как бы, всё уже, как бы. Ну, то ли ушёл из жизни, то ли разочарование полное, как бы, что говно ты такое. Как ты мог вообще? Да? Видите, ниточки есть, они видны. У вас беспокойство ниточка есть. Вы беспокоитесь такое. Беспокойствие от человека. Может, болеет он. Беспокойство сильное. У каждого свои ниточки. У вас страх. Ниточка страх. Связь. То, что вы говорили о нашей теме. У вас именно страх, ощущение страха. Ну, то есть у каждого своя там энергия в этой ниточке. Это вторая стадия победной судьбы. Это очищение вот этой ниточки. Что значит очищение? Светлая память, чистая память. Муж уходит, а у меня светлая память о нём. Я спокойно, радостно, чисто вспоминаю. И в это время на второй стадии можно говорить человеку. Как определить, что ты второй круг судьбы, первый круг в сердце находится, второй между нами. Как определить, что ты второй круг судьбы побеждаешь? Ты можешь с ним разговаривать. Вот он, допустим, уходит, ты вообще как бы даже смотреть на него не можешь. Не то, что поговорить. Не могу говорить просто человеку. Значит, второй круг судьбы ты не победил. Если ты победил второй круг судьбы, ты можешь с ним говорить. Сначала ты можешь, а потом ещё он с тобой тоже может поговорить. Нормально. По-доброму. Поговорить-то некоторые могут, чтоб ты сдох. То есть, поговорить. Вот поговорили, да? Вот по-доброму. Означает, сначала же идёт связь, а потом речь уже. Человек почему так говорит? Потому что связь плохая. Но если ниточка чистая, то человек по-доброму, несмотря на события. Это уже 66% побед над судьбой. И третий круг судьбы, это внутри этого человека. Твоя судьба внутри человека. Она потом начинает ощущаться. И он начинает по-другому тебя воспринимать. Начинает лучше к тебе относиться. И раскаивать, совесть включается. На третьем круге судьбы. Три круга судьбы. Об этом тоже есть лекции. Слушайте. Называют семинары победы над судьбой. Там я подробно рассказываю, как это всё происходит, сколько ждать, какие симптомы, что происходит в жизни там. Как сделать так, чтобы начальник не выгнал с работы. Три круга судьбы. Сначала спокойствие в сердце, потом добрый контакт с начальником, потом не уменяется о тебе впечатление. Как сделать так, чтобы ребёнок пошёл в школу, не хочет ходить в школу. Три круга судьбы. Сначала спокойствие в сердце, потом контакт, потом он начинает хотеть учиться.